привет дорогие друзья последние два видео на канале были о роутерах так вот хотелось бы заметить что бывает хороший роутер бывают мощный роутер а бывает сави роутер сегодня к нам приехал вот такой вот красавчик это последний и самый мощный роутеров linksys linksys это мировой лидер в производстве вайфай технологий linksys это эталон хороших и быстрых и мощных роутеров поэтому все остальные производители как правило равняются именно на вот этого производителя этот монстр имеет на борту четырех ядерный только вдумайтесь 4 ядра процессор 1.8 гигагерца вот он поддерживает технологию мюмима и выдает до 4 гигагерц 4 гигабит прошу прощения в минуту вот ну само собой он поддерживает новое поколение а c диапазона речь идет о 802 11 если в эту значит что касается 3 диапазонах это у нас два диапазона по 1 625 гигабит в секунду это на частоте 5 гигагерц и 750 мегабит в секунду на частоте 24 и куча особенностей этот роутер среди прочего поддерживают еще также голосового помощника amazon alexa я думаю что для нас это не особо интересно будет программное обеспечение как мы можем увидеть даже на коробочке написано формат алса компактного с windows 10 то есть ориентирована еще выдает что это американец потому что ориентирована в основном на маководов чем интересен именно этот здесь 6 активных контент с высокой производительностью и 9 красным усилителем 5 портов ethernet гигабитных 2 usb 3 0 в пн сервер и так далее что интересно вот эта технология м мимо она позволяет давайте достанем 2 провода и не зарядочка достанем и коробку отсюда уберем вот такой вот красавчик у нас зарядка у нас как вы можете видеть 5 5 ампер на 12 вольт 5 ампер что нам предлагает производитель ну это понятно инструкция по подключению это все хорошо как он будет выглядеть выглядеть он будет примерно следующим образом это вот такой вот красавчик выглядит очень стильный обращаем ваше внимание что это экран именно жидкокристаллический экран сейчас мы его подключим и посмотрим уже залапал немножко значит из особенностей на задней панели мы видим 2 usb 3 0 кнопочка сброса 5 гигабитных портов разъем питания и кнопка включения мы сейчас воспользуемся и сбоку из кнопочек у нас кнопочка vps позволяющая подключаться по пин-коду давайте же его включим грузится он где-то полторы минуты роутер работает очень стабильно очень круто я не договорил набор новых технологий позволяет поддерживать 5 гигагерцовом диапазоне одновременное подключение нескольких 4k устройств и он равномерно распределяет канал что еще очень понравилось очень понравились приложения для android и для iphone в первую очередь для iphone это очень классное приложение который позволяет мониторить состояние сети прямо со своего мобильного устройства значит куча очень умных новых названий технологии мы я думаю что это все я оставлю ссылочку на описание ссылочку на сайт производителя вон это посмотрите он нам показывает что у нас не подключен разъем и нет интернета сейчас мы подключимся и перейдем наверно в менюшечку посмотрим как выглядит меню как только мы подключились к роутеру мы заходим в браузер и переходим на страничку linksys smart wifi.com эта страничка настроек она может быть локальная в нашем случае и она может быть удаленная то есть она может работать откуда угодно через интернет с вашей учетной записью само собой разумеется нас встречает вот такая страничка показывает нам состояние сети вот рекламная домашняя сети linksys это рекламный разделчик с новыми устройствами вот мы видим что у нас сейчас работает две сети одна в три сети по сути два четыре пять и пять вот и гостевая сеть у нас выключена карта сети родительский контроль настройка внешнего хранения данных и приоритетизация медиа контента очень интересная и важная настройка допустим apple tv 4k можно добавить вот сюда расставить приоритет устройства вас никогда не будет подлагивать видео в 4k вот это меню карта сети очень интересно такого рода была вкладочка в настройках роутеров asus раньше не знаю как сейчас здесь можно посмотреть гостевой сеть и свою сеть отдельными картинками гостевой доступ позволяет нам открыть сеть как в 2.4 так и в 5 с разными паролями допустимое число гостей и так далее быстро пробежимся родительский контроль выбрать отдельные устройства и дать им разные приоритеты и доступ к сайтам и так далее по времени ограничить тоже очень интересно в современном современном мире когда молодежь не выпускает из рук технику нужно немножечко может быть иногда ограничивать здесь у меня тестирование почему-то просит флешплеер не хочет работать настройка внешнего хранилища два порта usb 3.0 позволяет нам создать целый медиа сервер торренты и так далее вот мы можем посмотреть вкладочку подключение здесь мы видим это родной пароль вот версия прошивки timezone пароли доступа к маршрутизатору и так далее ну и тут целый ряд настроек которые позволяют настроить параметры интернета это если нужно вам вбить статику статический и динамический и так далее в лам можно настроить администрирование позволяет обновлять прошивки и так далее значит беспроводная связь вкладочка позволяет быстренько поменять либо включить отключить какую-то сеть либо поменять в ней пароли переключить режимы и так далее каналы ширину канала ну вот это что касается ну можно настроить фильтрацию MAC адресов WPS кнопочку которая у нас находится на сбоку с правой стороны ротора можно настроить беспроводное расписание включения выключения многих людей это интересует можно ли настроить чтобы Wi-Fi включался да можно и можно отдельную сеть настроить чтобы она появлялась и исчезала исключалась и выключалась вот что касается безопасности это настройка демилитаризованной зоны для игр что же для геймеров немаловажно настройка приоритетов перераспределения перенаправления портов и приоритетов для игр и приложений вот ну в общем вот такое меню если не углубляться мы быстренько пробежались как оно выглядит сразу видим подход видно что действительно Lensys является лидером производства роутеров потому что все очень просто очень четко каждое меню отвечает за свои какие-то моменты и настройка производится буквально в два клика без особых навыков и знаний то есть не надо быть супер программистом для того чтобы настроить этот роутер вот ну что касается вот такого роутера сейчас я вставлю еще коротенький обзор мобильного приложения для айфона ну и собственно здесь обзор нашего роутера ссылочка будет на роутер на сайт производителя ссылочку кину на xbt там где идет там где сделаны тексты этого роутера вот так что друзья подписывайтесь на канал ставьте лайк итак друзья вот оно приложение для айфона нас встречает вот такая информационная страничка с основной необходимой информацией мы видим что подключен интернет мы видим что одно устройство на данный момент подключено к роутеру мы видим состояние сети 2.4 и 2 сети по 5 гигагерц мы можем перейти на вкладочку устройство в сети и мы видим что в сети два устройства которые вот менюшечка такая у нас и устройства которые были в сети мы можем перейти в настройки сети быстро поменять пароль название сети мы можем включать и отключать сети 2.4 5 гигагерц настраивать гостевой доступ с разными паролями или с одним паролем мы можем настроить приоритет устройств в меню администрирования маршрутизатора мы можем посмотреть общую информацию в том числе прошивки рутера который есть на данный момент также мы можем настроить всевозможную переадресацию портов переадресацию целого диапазона портов вот 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 так вот выглядит менюшечка мы можем настраивать основные какие-то моменты в общем очень удобное приложение для айфона попользовавшись какое-то время этим роутером я понял одно что когда я планировал его покупать думаю 300 долларов 300 долларов за роутер как может роутер стоит 300 долларов но попользовавшись я понял что именно этот роутер отрабатывает каждый вложенный в него доллар может быть в квартире не каждому нужен такой роутер и не у каждого есть такой широкополосный канал и мощный который дает возможность использовать его на полном но именно этот роутер меня прямо поразил он поразил меня своей надежностью он поразил меня своей простотой простотой настройки буквально вот так в один клик настраивается лолин пароль ввел даже учетная запись создается из серии за 30 секунд вот поэтому что сказать этот роутер невероятный потрясающий и вот именно его я могу рекомендовать тем кто хочет надежную хорошую сеть в офисе или в большом доме но для офиса это вообще будет отличный вариант потому что он позволяет создавать несколько гостевых сетей ну вот собственно и все друзья ставьте лайки всего хорошего пока